Ну, в общем, как-то раз... Не знаю, ребята, поймете вы меня или нет, потому что речь пойдет о джазе. Ну, хоть попробуй. Хорошо. Я любил поиграть в блюз. Я любил поиграть под записи Арта Блейки. Любил поиграть под записи Артура Тейлора и Филли Джо Джонса. И вот я подросток, я сижу у себя в комнате со своими барабанами, купленными за 75 баксов. Купил целую кухню в комиссионке за 75 баксов. Только пластики там были картонные. И вот я сижу, занимаюсь на этих барабанах, копирую игру Макса Роуча, и я такой крутой. Причем настолько крутой, что я даже кончики палочек покрасил синей краской. Ну, чтобы все знали, что они мои. Я постоянно носил их в заднем кармане. В те времена такие люди, как Ли Морган, Рейджи Уоркман и Арчи Шепп, они все выдумывали что-то свое уникальное. То есть молодые музыканты из Филадельфии, все такое. В те времена все новаторы приезжали из Филадельфии. Было одно местечко, где постоянно собирались музыканты. Я там тоже иногда тусовался. И нужно понимать, каким я тогда был. Я был очень понтовый. Я был просто нереально понтовый. И когда видишь такого понтового человека, понимаешь, что это неспроста. Видимо, он действительно крут. А у меня еще и палочки покрашенные из кармана торчат. И вот я сижу в зале, а там у ребят Джон Сейджа. Ну это когда разные музыканты могут поиграть вместе. И вот я смотрю, как играет один парьер по имени Микки Рокер. Ну и он играет примерно так. Ну так все. В общем, я слушаю, как он играет, и представляю, что бы в этот момент играл я. Если бы я играл. Я сижу и думаю, этот парень играет в Микки Рокер. Ух, я бы на его месте сейчас сжег. И саксофонист такой повернется и вскрикнет. В общем, я наконец набрался на хальство. И отправился на сцену, потому что это Джон Сейджа. Если ты хочешь поиграть, ты просто подходишь к ребятам и говоришь, ребята, а можно я тоже поиграю? Я уселся, и все, я уже готов. Это мой ритм. Ну в общем, вот я сижу. И не забывайте, я очень понтовый. Я нифига не понимаю, что делаю, но я очень понтовый. Я подобрал на барабанах чей-то ключ. И начал настраивать барабаны под себя. Я понятия не имею, как настраивать барабаны, но другие настраивают, значит и я буду. Потом сделал пару пробежек. Ну а что, я же крут. И вот все музыканты меня ждут, а я такой понтовый. Достаю свои палочки с покрашенными синей краской головками. Говорю им такой, все, ништяк. Сидел я тоже очень понтово, примерно вот так. Ну, потому что я видел Селвин Джонс, тоже так сидел. Ну и в общем, я так сижу, и тут выходит Сонни Стит. А это как, ну вот назовите современного виртуоза-скрипача. Типа Дюваль Стерн, Айзек Стерн. Айзек Стерн. Ну вот Сонни Стит, это Айзек Стерн только на альцексофоне. Нормально, да? В общем, уже не важно, как его имя, мистер Стерн альцексофона выходит на сцену. Да, неплохо. Да. И вот я думаю, ну ничего себе, буду играть самим Сонни Ститом. А он такой выходит, достает дудку из футляра. До этой минуты все играли так. Стит поворачивается к ребятам, которые стоят на сцене. Чтобы вы понимали, в очереди уже стоит 8 саксофонистов. Каждый хочет сыграть соло. Хотя бы 2 квадрата. Плюс 12 пианистов. Один контрабэксист, Рейджи Ворквен. И где-то примерно 9 трубачей и тромбонистов. Каждому из них хочется взять соло. Стит поворачивается и говорит, давайте уже поиграем джаз. Я устал от этого бесконечного плюза. Поиграем чироки. В общем, если раньше мы играли так, то широкий идет так. А я так быстро в жизни играл. А там же левая рука должна действовать синхронно с правой ногой. А левой ногой нужно нажимать на хай-хэ. В темпе. Нет, я конечно видел, что Макс Ройч так умеет. Но он при этом выглядел так. А в моих руках такой свободы еще не было. И вот я слышу счет. И я такой... И вот я играю. Вроде даже ровно. Но у меня паника. И от этого правая рука медленно начинает зажиматься. Тем временем левая рука деревянная. Моя левая рука абсолютно деревянная. Я пытаюсь сделать что-то крутое. Но просто все крутое, это и рукой играть на барабанах. Что-то такое. Ну что типа этого? А правой рукой... Мои собственные мозги в ужасе просят меня все прекратить. Чувак, пожалуйста, хватит. Мы больше так не можем. Что ты заставляешь нас делать? Я продолжаю играть. Тем временем, трупное окоченение начинает медленно захватывать мое предплечье. А вся штука это в том, что если рука устала, удержать палочку в ней уже невозможно. И тогда мои мышцы, которые вот здесь, они такие, все, спасибо за внимание, мы закончили. И теперь вместо предплечья я начинаю играть плечом. Эта рука до сих пор так и не сыграла ни одной ноты. Правая нога деревянная. А левая нога при этом дергается так, как будто ее хватает спазм. И вот я играю. Непонятно что, непонятно как. Вся музыка несется на бешеной скорости. А никто еще даже тему не начал играть. Но зато мои крашеные палочки мелькают. И я такой играю. И вот начинается тема. Мне удалось сделать один удар. И тут внезапно моя рука просто окоченела. И вся моя игра превратилась из этого в этот. А ребята играют. И вот здесь мне было стыдно, потому что... Представьте, стоит саксапонист и играет примерно так. И вдруг... Все эти люди, перед которыми я только что был такой понтовый, теперь любуются на это. Последнее, что я помню, это палочка в чьей-то руке перехватила мой ритм на райде. Это был другой барабанщик, которому я уступил место. И он просто сел и заиграл. Кстати, это был Макс Роуч, что он вовремя выручил. Макс просто спас меня. При этом он играл не напрягаясь. Тем временем, моя рука стала как водосточная труба. Вся целиком. Не согнуть, не разогнуть. Я взял свои палочки, положил в задний карман и отправился к своему преподавателю по барабанам. Пришел и говорю, возвращай мои деньги. Спасибо.